Друзья, всем привет! Вот сзади меня укрытый виноград. Третью ночь уже жду заморозков, но они, слава богу, не приходят. Но на всякий случай, короче, укрыл. Лоза невызревшие, поэтому, если придут заморозки на невызревшую лозу, то нарушится проводная система в винограде. И, короче говоря, ничего хорошего мы в следующем году не получим. Вот, но не о том. Давайте я хотел показать вам, на какой стадии у нас бойня. Посмотрим. Ну, здесь что у нас нового? Вот такие поперечины из говнореек, опять-таки, да, для крепления поликарбоната. Сделал с двух сторон пока, но, смотрю, поликарбоната мало. Вон кусочек лежит. В общем, пока закреплю вот на эту сторону, и останется у меня кусок на окна. Так, здесь у нас что? Обшито имитацией, покрашено под дождем, да? Ну, как мы любим. Значит, с этой стороны все то же самое. Здесь у нас тоже все в имитации. Вот, как бы снаружи закончили. Наличники будем в следующем году, если будет настроение делать. А не будет настроение, и так оставим. В принципе, примыкание здесь так сделано более-менее. Ничего, нормально. Пойдет, как говорится, вот с этой стороны вот так. Ну, с этой стороны вот так. Ну, ладно, не на выставку, да? Думаю, что так оставим. Так, сейчас здесь прорежем мы с вами ветрозащиту и вставим кусочки, два кусочка поликарбоната с двух сторон. Будет у нас такая оконная рама собственного изготовления. Здесь дверь я, как и обещал, зашил металлом, кусками. Прямо, ну, остатками там. У меня они кривые тоже, вот видите, с дефектами эти кусочки. Ну, в общем, нарезал, закрепил. Все, теперь мне дождик не страшен с этой стороны. Вот сюда, под железо, прям, закрепил такой кусок тонкого пластика прозрачного от рекламного щита. Да, толщина его где-то полтора миллиметра, может быть, миллиметра. Ну, то есть такая слюда, можно сказать. Это чтобы больше у меня вот туда не затекала вода. Вот, а с этой стороны мы с вами сделаем еще один слой из поликарбоната. Здесь вот закрепим поликарбонат кусок и будет такая, типа, двойная рама тоже. Все, сейчас я ныряю вовнутрь и начинаю с потолка. Привез я там из того дома остатки утеплителя. Там экструзионный пенополистирол, минвата. Вот их мы и будем сюда устанавливать. Так, давайте заглянем. Опа. Вот наша прелесть. Минватка. Минватка. Экструзия. Экструзия. Все, если не хватит, у меня еще пару пачек там на чердаке лежит. Я все не стал перевозить, чтобы туда-сюда не катать это все хозяйство. Так, и пока я тут с вами разговариваю, у меня по участку летает поликарбонат. Сейчас я его буду резать. Да, и забыл сказать. Конечно же, кусков у меня не хватило, как я рассчитывал на обшивку вот этого строения. И поэтому пришлось потратить где-то пять пачек, наверное, я израсходовал на это дело. Хорошего, дорогого материала в виде имитации бруса. Но что делать, как говорится, он есть, а купить чего-то нужно деньги, и их нет. Поэтому, как говорится, первый закон строительства – это строй из того, что есть. Вот из того, что есть, из того и строим. Друзья, ну вот сделали мы окошко в двери, вот такое. Получается, у нас здесь вот поликарбонат, а здесь прозрачный пластик тонкий. Ну, как-никак, получается, такой стеклопакет определенный. Здесь то же самое, только с двух сторон поликарбонат, четверг. Вот один лист, и изнутри еще другой. И между ними расстояние 4 сантиметра. Ну, наверное, не видно. Ну, в общем, оно там есть. И вот такое вот окошко получилось у нас. Значит, потолок я, как и говорил, утепляю пар непрозрачным материалом. Значит, а почему я это объяснял, накосячил. Значит, здесь у нас экструзия. Сюда вот вложены обрезки, вы видите, да, тут грязные. Тут что нашел, короче, что и вложил. Здесь две пятерки. Вот сюда засунул я. И сюда тоже две пятерки. А вот это вот торчит один лист, потому что из-за нехватки материала, тонкого дюймовки, я сюда поставил широкую пятерку. И из-за этого он торчит, как бы. Ну, не суть, да, как бы. Ничего страшного. Вот, значит, утепляем как. Так, первый слой до обрешетки. Вот это экструзионный пенополистирол толщиной 2 сантиметра. Первый слой, значит, до обрешетки. Уперли, расперли между балок его этот лист. Потом я уже стал крепить второй, он вываливался. Я наколотил рейку вот такую по стропилам с двух сторон. И туда просто-напросто засовываю второй лист с перехлёстом вот этих стыков обязательно. Вот. Сейчас вот доберу здесь, и на этом всё. Дальше я буду вот сюда, вот в это место, значит, натягивать. Скорее всего, это будет подложка под ламинат толщиной 2 миллиметра в несколько слоев, в 2 или в 3. Вот так вот мы её вот здесь вот натянем между вот этими рейками. Вот. Ну, тот же самый спененный полиэтилен, да, это подложка. То есть он является утеплителем каким-то, ну, может быть, не очень хорошим, но утеплителем. Пенофол десятку у меня есть. Я не хочу сюда тратить, как бы, ну, неответственное помещение. Пусть он полежит до более нужных мне вещей, как бы, да, строений. Вот. И получится у нас, значит, здесь 2 слоя 4 сантиметра экструзии. Воздушная прослойка. Вот на эту толщину рейки. Здесь, значит, спененный полиэтилен, воздушная прослойка и нижняя отделка. Скорее всего, ОСБ-шка будет. То есть у нас получается ещё к нашему утеплителю 2 воздушные камеры. А стоячий воздух, как вы знаете, и является утеплителем. Ну, то есть я думаю, что будет достаточно для этого помещения. Стены будем закладывать уже минватом. Так, здесь у меня хватило поликарбоната только вот на эту сторону. Эту сторону я и закрыл. Поставим сюда забойную стойку, вот в это место. И уже у нас всё тут будет нормально. Как бы, хотя бы, кровь, брызги не будут попадать на обшивку вот этого курятника. А с поликарбонатой достаточно просто эти следы будет удалить нам. Поликарбоната у меня больше нет, поэтому рейки-то я закрепил. Но лист мы потом, по возможности, сюда установим. И вот здесь кармашки я хотел, да, до половины. Тоже пока нет материала. Как появится, что-нибудь придумаем. Но пока я думаю, что так будет неплохо. Так, смотрите. Значит, вложили мы два слоя экструзии двушки. То есть общая толщина у нас получилась 4 сантиметра. И вот такими кусками у меня остались кусочки. Это подложка под ламинат. Всё, что есть, короче, я вот сюда сейчас закреплю. Вот сюда, да, сразу же вот степлером креплю на рейку. И вплотную к экструзии. Это у нас первый слой утепления. Вот таким куском. Потом я, значит, пробиваю вот уже вот так. То есть там у меня пространство на толщину рейки воздушное. И ещё один слой подложки креплю сюда. И сверху вот этого первого слоя я ещё креплю один слой. Вот так. То есть у нас вот такой пирожок получается здесь. Ну, короче говоря, сколько у меня вот этих кусков будет, сейчас я в гараже найду, столько я сюда их и налеплю, скажем так. Так, вот, хуже не будет, будет только лучше, значит, теплее. Утепляли, утепляли, и утеплитель у нас закончился. Вот кусочки, но я их применю, но чуть позже. Вот, короче, в два слоя вот эта стена, в один слой эта стена, и внизу вот чуть-чуть я набрал кусками. Вот эта стена вот столько, и две пачки, две с половиной пачки у нас закончились. Поехал я в тот дом за утеплителем. Так, вот там вот вверху я ещё вложу куски. Не обращайте внимания. Хотел просто показать, пока здесь вот потолок подшил я кусками USB. Здесь раз, два, три, четыре куска. Такие полосы у меня в гараже без дела стояли, в общем. Вот, разные он видно, да? Ну, как бы я думаю, что я переживу, а курам, которые здесь будут ощипываться, им уже будет всё равно. Не до эстетики уже, как говорится им. Так, ну всё, в общем, поехал за утеплителем. Так, ну привёз я утеплитель, вернее, куски. Опа! Есть контакт. Так, две пачки это Purwan Урса. Если нам не хватит вот таких кусков, то мы будем утеплять им. Если хватит, то не будем. Но я думаю, что не хватит. Всё равно одну пачку израсходуем. Вот, короче говоря, это обрезки. Я их бережно хранил на чердаке в том доме от утепления большого курятника для бройлера. И вот они пригодились. Сейчас будем мы из этих кусков набирать в стены этот утеплитель. Укладывать. Итак, друзья, мы вложили утеплитель. Вот остатки. Делал я это с использованием средств защиты. Распиратора вот такого. Рекомендую вам то же самое делать. Укладку утеплителя производить только с средствами защиты органов дыхания. Это очень актуально при монтаже, потому что он пылит просто невыносимо. Это вдыхание этих вот пылинок, они ничего здоровья вам явно не добавят. Ничего хорошего не сулят вам. Значит, смотрите, вот так вот мы вложили все это хозяйство. Здесь две целых пачки техно-николевского утеплителя и полпачки пурван-урса. Вот вложили, значит, мы 10-сантиметровые куски утеплителя, которые я сохранил от предыдущего объекта. Все вот так похабненько довольно-таки выглядит. Если вы утепляете каркасное строение жилое, то это нужно делать обязательно с перехлёстом слоёв. То есть стыки утеплителя должны перекрываться цельным листом. Ну, понимаете, да, наверное, о чём я говорю? И вообще утепление вот такими утеплителями каркасных строений это один из важных, самых важных этапов, наверное, строительства вот такого сооружения. Если вы не можете это сделать сами, то обязательно контролируйте строителей. Накосячить очень просто. Зашьётся всё отделкой и будете мёрзнуть. Вообще, грамотные люди, многие даже если заказывают строительство каркаса на стороне, то вкладывают утеплитель сами, не торопясь, с гарантией качества, как говорится. Ну, а вопрос использования, вообще возможности использования каркасного строения вот с таким утеплителем для постоянного проживания, это отдельная тема. Я бы, наверное, сказал, что это не совсем подходящее жилище для постоянного проживания в нашем климате. Ну, это, наверное, может быть, как-нибудь затронем этот вопрос. Так, в общем-то, всё. Дальше мы с вами сейчас затянем всё это пароизоляцией и думаю, что приступим к внутренней отделке. Друзья, ну, на этом я с вами распрощаюсь на данном этапе. Сейчас я перезаряжу степлер и продолжу крепление пароизоляции. Уже вечереет, нужно успеть. Следите за нашей стройкой, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, жмите в колокольчик. Всем всего хорошего, всем пока. Но пасаран.